Поступил очень важный на самом деле вопрос, дорогие друзья, на наш портал Экзегета. Это бросило молодой человек, отпустило его девушку очень быстро и даже с какой-то легкостью, но вот и сердце не уходит, страдает девушка, мучается. Вот как, собственно, пережить все эти страдания, как вот сердце очистить от этих воспоминаний. Видите ли, это интересная вещь, то, что мы и правда можем отдать свое сердце человеку, и потом просто так ты это не выветришь из себя. Например, многие люди, которые любят своих жен, любят своих мужей, у них вообще все счастливо, все хорошо, но все равно в сердце, где-то, знаете, в самом-самом темном уголке находится та самая первая любовь. И все равно ты про нее вспоминаешь, потому что она была первая. Так что я просто хочу порекомендовать людям относиться спокойнее к некоторым последствиям наших отношений. Иногда человек, вот он очень сильно переживает даже от того, что он сильно переживает. Это нормально, когда ты полюбил человека. К сожалению, потом это как раз ненормально, что вот расстались, да, но нормально и вполне естественно, что потом остается какая-то скорая печаль и воспоминания. Да, и здесь не нужно себя за это винить, укорять и так далее. Но ключевой вопрос, как это именно пережить. Дело все в том, что жизнь и наши мысли, это все-таки не одно и то же. Если вы будете стараться именно жить, например, устроитесь куда-нибудь волонтером. Я уж молчу про духовную жизнь. Если вы будете готовить себя к встрече со Христом, к Царству Божию, как говорил Христос, ищите прежде Царства Божия и правда его, а остальное вам приложится, то тогда сам же Господь Бог, как Творец вашей души, Он даст вам успокоение. Но если вы будете пребывать в этих мыслях, в воспоминаниях, в том числе и в жалости к себе, в каких-то обидах, то тогда вы не сможете пережить, потому что это не жизнь. Вот наши мысли о прошлом или наши мечты о будущем, они лишают нас жизни, реальной жизни лишают. Так что рекомендую, если вам сейчас совсем тяжело отказаться от подобных мыслей, например, устроиться волонтером. Помогая другим людям, которые находятся в беде, мы тем самым помогаем в том же числе и себе. Русские люди это называли так, клином вышивают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok